Мы летаем прям как настоящие пчелки, очень красиво вокруг улья. Это все наши подписчики, ребята. Добро пожаловать в мультик, сегодня у нас Критчу Софсонарио, вторая часть летнего ивента, Summer Paradise и третье существо с миссией. Подпишитесь на канал Мультик Плеер, а я покажу как быстро пройти эту миссию. У нас есть Ролола, Хисолидиум, а теперь Мортелиум. Давайте посмотрим, что нам нужно сделать. Чтобы его получить, нужно съесть 250 очков растений. Нужно пройти 25 тысяч, пролететь, точнее использовать рефлект и загнездить 5 человек. Рефлект такой щит, способность щита. Давайте пройдем эту миссию. Итак, у меня есть Файкалу и Джефф, в которых есть способность щита. Поэтому я, наверное, использую Джеффа. Ну что, просто заходим. Я думаю, это самый быстрый способ пройти эту миссию. Сделать таким образом, как буду делать я. Если у вас есть другие идеи, напишите в комментарии. Итак, вот у нас Джефф в игровом мире. Ты подписался на канал? Подпишись на канал Мультик Плеер. Ну что, настало время использовать нашу способность. Давайте выйдем чуть-чуть из травы, чтобы нас хотя бы чуть-чуть было видно. И начнем использовать способность рефлекта. Нажимаем Ку. Вот она и все. Часть миссии готова. Следующее, что нужно сделать, это летающее существо, которое может есть растение. И которое растет очень быстро. Я возьму Бизу. Она растет очень быстро, она травоядная и летает. А еще давайте посмотрим новые материалы, которые у нас добавили. Посмотрите. Это материал Небула. За 200 робаксов. Вот демо посмотрим режим. Выглядит это вот так. Вообще классно. На самом деле смотрится планета. Кажется Небула. И за 200 робаксов вот такая магма материал. От него искры, огненные штуки летят, пепел. Класс. Остальные палетки все старые. Ну что, начинаем проходить. Взлетаем. Сразу же начнем искать еду, потому что травоядные. Нам нужно по квесту растение съесть 250. У моего существа аппетит на 50. Это значит, что мне нужно будет много раз съесть. Получается так. Ну что, здесь у нас растений нет никакой травы. Будем искать дальше. Ну и это хорошо. Нам 25 тысяч нужно пролететь. Это очень много. Смотрим. Вон сколько у нас уже пролетчина. Пролетели. Будем искать пищу. Давайте в пещере вулкана проверим. Наверняка там что-то есть. Хотя, не часто. Но там очень много еды исполнится. Там прям вся пещера в еде. Проверим ее. И будем искать дальше. Если тут ничего нет. Ничего здесь нет. Пролетим назад. И вот столько мы пролетели. А голода очень много. Так. Мне нужно съесть 250 поинтов еды. Не могу найти никак траву. Ну, я думаю, что нам в этом случае поможет морское питание. Вот здесь вот. В этом месте. А вот она и трава. Осталось только до нее спуститься. Она растет у самого дна воды. Главное, доплыть туда. Все. У нас уже и выносливость, и голод, и все. Здоровье коцается вообще сильно. Нам надо срочно все съедать. Быстро, быстро, быстро. Хотя бы чуть-чуть поесть. Взлететь наверх. Так. Давай, 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 давай. Быстрее. Быстрее ешь. Так. Ну, наверное, надо уже уходить отсюда. Я использую ее клавишу Space, чтобы подлетать. Так как-то быстрее поднимается воздух. Он как будто бы взлетает. Быстрее поднимается на высоту воды. Со дна. Все, мы вылетели. Теперь осталось восстановить выносливость, и можно продолжать дальше. Мы уже почти все пролетели. Но нам осталось очень много еды съесть. Ладненько. Будем искать дальше. Но сейчас найдем место для гнезда. Его уже давно можно было сделать. Кстати, я выбрала специально маленький уровень. Потому что, как мне помнится, у маленького уровня быстрее яйца созревают в гнезде. Так, вот сейчас мы едим нашу траву. Вот оно, наше гнездо. Ну, вот столько мы съели. И столько пролетели. Давайте гнездить. Сейчас у нас яйца будут созревать. И будем в них приглашать кого-нибудь. На самом деле, мне кажется, это самый легкий квест из всех вот этих вот квестов ивента. Без всяких вот этих паков, без всего. Просто берешь и делаешь. Очень легко. Сейчас будем специально летать и много бегать, чтобы голод быстрее появлялся. Потому что нам нужно съесть все еще. У нас еще не выполнена эта миссия на еду. Так, едим еще. Ага. Вот столько мы уже съели. Проверяем яйца. И у нас уже 60%. Здорово. Уже не так долго ждать. Все, продолжаем бегать, летать по кругу. Смотрите, вот столько мы уже пролетели. Уже выполнили миссию на полеты. Осталось только с едой. И с гнездом. Смотрим яйцо. 80%. Да. Ух ты. Смотрите, вот она наша птичка. С новыми цветами. Клево. Красивая. Ну, скоро мы ее тоже получим. Друзья, подпишитесь на канал Мультик Плеер. Отлично. Теперь мы можем пригласить кого-нибудь. Нажимаем вообще всех подряд, потому что не все соглашаются. Поэтому, чем больше вы нажмете, тем больше шанс того, что кто-то примется в гнездо. Все, тыкаем, 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 приглашаем. Смотрите, я тут уже кого пригласила. Пока никто не хочет. Ну, может быть, хоть кто-то пригласится. Кстати, сейчас все выполняют эти миссии. Наверное, они все только приглашают, а никто не приглашается. Ну, вот. Ладно. Ждем еще. Тут у нас еще много. Есть. Кто-то пригласился. Отлично. Спасибо, чувак. Идемте дальше. Нам нужно еще поесть много. Практически половина еды у нас уже сделана. Сейчас давайте посмотрим более быстрый способ взращивания яиц. Если у вас есть плюш спринграм, вы можете его использовать. Потому что именно этот плюш помогает. Увеличение сбора яиц на 20% для гнездования. То есть, получается, что они на 20% быстрее созревают, видимо, так. В общем, нам еще осталось много игроков загнездить. Будем ждать яйца. А, и нам еще нужно съесть еду. По-моему, это самый быстрый способ. Маленький уровень, как я понимаю, они намного быстрее созревают яйца, чем у более больших уровней. Также у нас очень быстро выросло существо. Потому что она маленького уровня. Она летающая, травоядная. Прям все под эти миссии сделано. Будем ждать, пока у нас созреет это яйцо. Ну, и, естественно, искать еду. Есть. Вот у нас уже первое 100% яйцо. Так, давайте будем также всех подряд приглашать. Всяких разных людей. Кто-нибудь да загнездится. Кого-нибудь да пригласим. Так. Вот, отлично. Есть. Поехали искать нашу траву, еду. А, и надо еще посмотреть, что же у нас еще осталось. Давайте посмотрим. Так, вот. Ну, в принципе, большую часть-то мы уже съели, можно сказать. Ага, смотрите, какой-то баг случился. Пригласилась. Почему-то засчиталась за два. Я же только второго человека приглашаю в гнездо. А у меня уже три сделано. Может быть, два человека нажали одновременно согласиться и попасть в гнездо? Даже не знаю, что может быть такое. Почему у меня сразу два? Я же только первого и второго сделала. Это мое первое яйцо с плюшем. Тебе повезло. Так, вот столько еды. Давайте гнездить. Нам еще осталось два человека, а не три. Это классно. Давай их за гнездем. Вот у нас уже две птички. Это, кстати, наш подписчик оказался. Здорово. Давайте дальше выполнять. Смотрите, вот такая овечка Бизу. Раз уж разговор зашел про плюши, скоро у нас будет вот такое обновление. Наут нам дал вот такое сообщение. В настоящее время плюшевое дыхание является исключительным по сравнению с другими плюшами. Обычно мы предполагаем, что плюши обеспечивают пассивные бонусы, но плюшевое дыхание вместо этого вводит совершенно новую активную способность для любого существа с экипированным плюшем. Мы признаем тот факт, что они оказывают большое влияние на то, как игрок использует существо, что приводит к ситуациям, которые кажутся несбалансированными или совершенно несправедливыми. Мы бы хотели изменить это ради сообщества и нашего видения игры. В настоящее время мы планируем заменить текущее преимущество, которое дает плюшевое дыхание, пассивным эффектом, которое по-прежнему делает их достойными владения и использования. Мы находимся в процессе проработки специфики бонусов, но мы обязательно поделимся тем, что запланировали, как только сможем. Кроме того, мы понимаем, что они являются дорогим товаром в сфере торговли, и мы не хотели бы непреднамеренно снижать стоимость инвентаря игрока, вводя большие внезапные изменения без предварительного уведомления. Изменения вступят в силу через 2-3 недели. В общем, плюшевое дыхание больше не будет. Ни один плюш больше не будет давать дыхание. Вот такая новость. Так, а ты подписался на канал? Подпишись сейчас. Проверяем наше второе яйцо с плюшем. А по миссии уже третье. Что странно, пока 20%. У нас тут извержение вулкана началось. Самое главное, что гнездо не ломается в этом класс, собственно говоря. Самое главное еще самому спрятаться от этих метеоров. И все будет в порядке, в принципе. Ну что, ждем, когда у нас еще будет яйцо. Еды никак не найти, поэтому единственный способ это опять спускаться под воду. Опять наедаемся. До конца не хватило совсем чуть-чуть еды. Была бы выполнена миссия, но уже полный желудок. И пора подниматься на поверхность. Так, ну, может быть, еще чуть-чуть хотя бы. Да, вот чуть-чуть есть. Сделалось. Осталось совсем немножко, но уже пора всплывать. Все, летим. Выносливости никакой нет. Но там гнездо. Нужно к нему долететь. Надо чуть-чуть отдохнуть. И вперед. К гнезду. Итак, гнездим третьего человека. Но по миссии уже получается четвертого. Нажимаем всех подряд. Всех приглашаем. Кто согласится. Так, кто-нибудь. Кто-нибудь. Пригласитесь гнездом. Где гнездо? Кто-нибудь. Есть. А, и у нас уже созрело второе яйцо на 20%. Так, вот он у нас 4 сделан. И мне еще чуть-чуть надо съесть. Ожидаем. 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 Ну, мне кажется, что все-таки оно быстрее все это происходит с плюшем. Рост действительно плюшем помогает. Рост яиц быстрее идет. Вот, 60%. Ну, клево. С подписчиками вот сидим. Мне нужна еда. Еды нигде нет. Так. Давай, 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 быстрее. Давай, давай. Ну. Есть. Все. Миссия выполнена. Сейчас мы доедимся до полного состояния. Желудка. И все. Можно всплывать. Это было здорово. Ну что же. Пока мы летали. 100% есть. Опять кликаем на всех. Кто-нибудь подпишитесь под гнездо. Так, давай загнездься. Кто-нибудь загнездитесь. Так. Кто-то у нас согласился. Здорово. И это у нас пят... Кусается. Вы посмотрите. Ну, обратите внимание, ребята. Вот так вот бывает, когда кого-то загнездишь. Он меня укусил. Гнездо сломал. Так. Вот. Миссия выполнена. Морделиум у нас есть. Смотрите, он улетает. Ой, я летаю над гнездом. Вижу, как он кусает гнездо. Он его хочет сломать. Ребята, 70%. Смотрите, он еще и меня укусил. В общем, когда будете кого-то загнездевать, будьте аккуратны. Есть вот такие вот косеры, которые хотят сломать ваше гнездо. И вам придется заново ждать ваши яйца. Смотрите, 25% осталось. Мы летаем прям как настоящие пчелки. Очень красиво. Вокруг улья. Закручиваемся и летаем по кругу. Классно. Настоящие пчелы. Вот они. Би-и-и. Это все наши подписчики, ребята. Загнездились. Класс. Подпишитесь на канал Мультик Плеер. Вот такое вот прохождение миссии на Мартелиума. У меня было. Мне кажется, это один из самых быстрых способов. Желаю вам удачи в прохождении этой миссии. И надеюсь, вам понравится это существо. Потому что оно действительно классный. Классный журавль. Всем удачи и пока-пока. Самар Парадайз. Ивент. Вторая часть.